Здравствуйте! Предлагаю вашему вниманию рецепт, как очень-очень вкусно пожарить рыбу. Рыбу можно брать любую. Приготовленная таким образом, она удивит всех и украсит любой стол. Получается одновременно хрустящая и в то же время очень сочная. Кому интересно, продолжайте смотреть. У меня две вот таких рыбки, сазан называются. Сейчас ее почищу, прямо так и в пакете вот так вот закрываю. И вот так вот ножичком чищу ее, прямо в пакете, чтобы не разлеталась чешуя по всей кухне. И потом буду разделывать. Тушку почистила, распотрошила и сейчас нарезаю на кусочки. Сантиметров где-то 3 беру вот так вот. Разрезаем. Берите очень острый ножик, чтобы хорошо резалось. Можно, в принципе, жарить уже вот такими кусочками, но я разрежу еще вдоль хребта. Вот такие получаются порционные куски. Это место оставляю вот так. Ну и хвостик. Эта рыбка чуть поменьше. Эти кусочки оставлю вот так вот. Не буду уже вдоль не зарезать. Вот такими кусочками. Разделанную рыбу откидываем на дуршлаг. Лишняя вода стекает. И складываем все в большую чашечку. Сейчас ее слегка замаринуем. Для начала солю. Перчим. Добавляю 1 полную ложку томатной пасты. Можно добавить аджику. Я обычно добавляю аджику, но у меня сейчас ее нет. Ну и к тому же перец я уже отдельно добавляю. Все это хорошенько размешивая. Лук я сюда не добавляю, потому что лук я буду делать отдельно с гранатом. И уже буду подавать при подаче. Добавляю немного еще масла. Можно оливковое, можно подсолнечное. Без разницы. И все тщательно перемешиваю. Оставляю это где-то на полчаса, можно на час. Чем дольше, тем лучше. Ставим обязательно в холодильник. Пока рыба маринуется, я приготовлю вот такой салат-закуска. Обычно здесь, когда жарят в Азербайджане рыбу, обязательно готовят рядом такой салат-закуску. Для него нам понадобится лук. Лук берем и нарезаем вот такими полукольцами. Чем тоньше, тем лучше. Вот таким образом полукольцами накрошила лук. Беру соль и солю. Где-то пол чайной ложки. И хорошенько все это нужно размять, чтобы лук перемешался с солью, дал свой сок и ушла у него горечь. Затем берем гранат. Срезаем на дно хвостик. И отжимаем в лук. Гранат отжали. Ничего страшного, если гранатинки тоже попадут. Ничего страшного, все будет вкусно. Перемешиваем. И сейчас пока эту закуску тоже пока оставляем, пока мы жарим рыбу. Она тоже дойдет пока. Жарить буду в такой флитюрнице. Наливаю масло. Я ее уже включила на 190 градусов. Здесь обозначено, что жарить нужно на 175, но я жарю на 190. Слишком много не добавляю для экономии. Нормально и в таком количестве обжарится. Ждем пока нагреется. Берем кусочки и хорошенько обваливаем в муке со всех сторон. В раскаленное масло опускаем рыбку. И жарим с двух сторон до готовности. Парты. Рыба готова. Обязательно подаем ее с таким соусом из олочи. Если у вас такого нет, можете использовать любой другой соус. Также наша кусочка готова из гранат. Ее также можно использовать в других мясных блюдах, если хотите. Очень вкусная. Кто не пробовал, обязательно попробуйте. Покрашиваю овощи. Покрашиваю овощи. И обязательно с рыбкой нужна зелень. Обязательно. Вот такой у нас сегодня стол. Такой обед, что Бог послал, как говорится. Рыбка получается очень вкусная, хрустящая. Обязательно приготовьте по этому рецепту. Кому понравилось это видео, обязательно ставьте пальчик вверх. Кто не подписан, подписывайтесь. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы получать оповещания о моих новых видео. Всем отличного настроения. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok